Я из Девеева, по вашему приглашению, вы сказали, что у вас в Потеряевке будет престольный праздник, и приезжайте как больше, как больше. Через кого-то мы говорим, мы не просто говорим, а через кого-то. Я вот решила, что уже... Ну так мы не... Ну понятно. Если мы не знаем совсем человека, мы не можем его пригласить. Это мы сказали по скайпу людям нашим, у которых знакомые есть, чтобы мы знали, не так, чтобы кинули, теперь повернули все трассы к нам. Так не бывает. Надо думать, человек где-то должен быть, где-то он ночевать будет. Кого пустить в дом свой? Почему 10.17 Матфеем написано, Христос говорит, остерегайтесь людей. Не зверей. Почему? А потому что дальше что они с вами эти люди будут делать? Предатели, наглые, напыщенные. Более сладостолюбивые, нежбоголюбивые. Так, где живете-то? В Дивеево. Где? В Дивеево. В Дивеево. Дивеево под Москвой где? Нет, это Нижегородская. А, это... Нижегородская обык. Серафима с Саровским у Москвы. И такую даль вы ехали? Да. Специально? Специально. Это Господь сотворил этот Дивен Бога. Не знаю, Господь ли это сотворил. Это потому что... Сколько вам лет? Мне, я 64-го. А? 64-го, 58-го. Вы на пенсии, нет? Угу. А на что ездите? А это, спаси Господи, люди твои помогли. Я думаю, если дадут, значит поеду. И билеты оказались очень дешевыми. Даже дешевле на самолет. А вы уже куда-то ездили до этого? Ну, да, в разные. А почему вы решили сюда ехать? Какая? А я смотрю вас уже... Смотрю, знаете... Груще. Первый раз посмотрела, когда вы рассказывали своей жене про четки. Ну, что-то... Про что? Про четки? Про это, лестницу. Ну. А потом, как-то я на вас вышла, и теперь вот в Агерстан. И воспитывают так, как вы воспитываете детей. Мы с вами разговаривали хоть раз? Нет, у меня... Ну, почему ни разу на меня не вышли? Можно или нет приехать? Это же легкомысленно. Я поеду застучить в дом, который никто не знает. Правда ли вы говорите, а проверить это никак не могу. Послал кто-то, подослал, тоже не могу. На кухню запустить не могу чужого человека. Я вам тут привезла. Нет, сейчас ничего не надо, пока отвечу, что я прошу. Ага, ну, понятно. Вы до этого куда ездили? Ну, вообще-то я автостопом... А? Автостопом раньше ходила по всей стране. Значит, это у вас уже давнейшая болезнь. Да. А зачем вы ходили-то? Ну, тогда это покаяние ко святым. Это было в прошлом... Да нет этого. Господь не говорил ходить по местам святым. Человек делает место святое, но место не делает человека святым. Сколько вы денег за это время протылили, представьте? Сколько. Ну, сколько, где у людей брали, заезжать отвечать надо, не просто так. Ну, вот вы приехали, допустим, узнали в Новосибирске, сегодня престольный день. Вы приехали, дальше что? Как вы поступаете? Ну, в Новосибирске у меня есть знакомые. А? В Новосибирске есть знакомые. Ну, в Кемер у вас нет знакомых? Есть. То есть у вас сейчас страна знакомая? Ну, по чуть-чуть, да. А Господь спросит на суде про это? То есть вы сдали антихристианский образ. Господь говорит, приняли, а не сказал, что примите меня. Накормили, но не сказал, что ешьте везде, пусть вас кормят. Вы Евангелие читали когда-нибудь? Да. Сколько Евангелия? Четыре. А? Четыре. Как называется? Матфей, Марк, от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, благовествование. А где это написано такое, что Господь будет спрашивать? Я был болен, посетили, был голоден, накормили, был нагодели. Где это написано? О, Матфея. А где? В какой главе? Ну, если это, у меня такой памяти нет. Не знаете. Вот видите, что вы за это время сколько лет вы уже ходите так? Ходила. Сейчас я уже никуда не хожу. Ну, когда вы первый раз пошли, вас кто на это соблазнил? А, никто. Как вы до этого додумали, что надо идти, где там собираются люди, и я приду? Здравствуйте, у вас сегодня праздник, накормите меня. А, нет, нет. А как? Я просто, у меня была мечта попасть в Иерусалим. Куда попасть? В Иерусалим. Ну, и попали? Да. А вы знаете, что слово мечта в Библии, в Святой Библии, только отрицательный смысл? Я уже слышала. А вы, говорит, у меня была мечта. А зачем вам туда ехать? Ну, когда я побывала в Иерусалиме, для меня это открылось измерение. До Иерусалима, допустим, я Псалтыр читала. Ну, как вот есть... Ну, Господь сказал самарянке, не там, не здесь. Он это отшиб все эти хождения-то. На всяком месте владычества твоего. С самарянкой Христос беседовал у колосса, слышали? Это моя святая. Она говорила, у нас у Идеев говорят там-то, а у нас, говорят, на этой горе горизим. Он сказал, не там и не здесь. Но он сказал, придет время и будут молиться на всяком месте владычества. Так вот, а раз на всяком месте, зачем нам Иерусалим? А вот это надо там побывать, чтобы это понять. Ну, мне надо побывать, а то от самохотения. Вы замужем-то были? Да. Ну, вот отсюда ваше все и есть. Вам нужен крепкий муж был, чтобы по одной плашкину очередь сходить. А ты никому не подчинялась, всю жизнь сходила, вздумала, сорвалась, пошла, никому не обязана. Это не одобряется Богом. Каждый шаг нужно высчитывать. Ангел с вами или нет? А, ангел со мной. Ангел ведет на небо, но не наоборот. А что в этом хождении? Представьте, сколько. Это ужас просто. А у самарянки было тоже пять. Ну, женщина уязвимое творение. И одна куда-то поперла, спроси господи, зачем? С ребенком я ходила. У вас дом-то есть квартира? Есть. И кто там сейчас с ней? Дочка смотрит, присматривает. То есть вы замужем были? Да. А сейчас что не замужем? Муж умер и ушел? Нет, как у самарянки. Как у самарянки. То есть было семь-пять мужей, и этот не муж. Жила так, куда попало. Ну, было такое. Ого-го. А почему бы там не поискать людей, которые в вашей работе нуждаются? На огороде поработать, с детьми повозиться. Не шатохой быть. Шатоха – это беспривезные собаки. Они бегают, их отлавляют, уничтожают. А когда она охраняет, Господь говорит об этом. О священниках, которые не проповедуют. Он говорит, псы, бредящие лежа, любящие спать. Псами назвал. И эти люди, которые болтаются, Господь говорит, остерегайтесь их. Псов. Называется беспривезные собаки – шатохи. Они везде ходят, шатаются, их стреляют, убивают. А которые с ним, вот у меня собака была, я занимался в уголовном розыске. Преступника поймать, там охранять ювелирный магазин. И за нее платили. Мы проехали больше вашего хождения. Мы проповедники, миссионеры. Из Барнаула побывали в Владивосток. Дошли все страны Португалии. Закончили Скандинавией и Прибалтикой. И подарили, у меня 38 томов книг вышло. Подарили мы. 650 библиотек. Нам обошлось это в 35 миллионов рублей. Мы 35 отдали, не имея ничего. А почему Бог? Через эти книги сколько людей пришло к Богу? А у вас, вы показать ничего не можете. Ну, пришла, поглядела, тут же забыла. Куда бы еще сходить? Это хитрые два медвежонка были у матери. Одного Миша звали, а другой спили. Сказка братьев Бондаревых. И вот Миша, любимый с мамой был. Он все время поспать. А этот встает рано, в 4.40. И он, мать говорит ему, вот смотри, Миша-то не может встать. Он больной. Надо меда достать. Иди, Спиря, достань меду. Мам, пчелы кусаются. Иди, я покажу тебе. Показала. Он принес, накормил его. И так все время. Мишу никто нет. Он женился и такую же нашел. Шатоху везде шатается. И вот время праздника он... Ой, Марья, кто бы пригласил нас на праздник-то? Хоть бы наелись до сыта. А Спиря с женой только разговаривает. Все у него в доме есть. Кого бы пригласить еще? Всех собрали-то. Накормить бы кого побольше. Вот вы к Мише относитесь. И такой же жену он взял. И у вас ничего нет. Показать не можете. Что сыновья стали проповедниками? Нет. Дочь стала евангельской христианкой? Нет. А чего она будет знать? Евангелие запрещает шататься. Это бессмысленно. И придумали крестные ходы. Это не христиане. Они не нужны. Господь считает наши шаги. Когда мы идем и благовествуем. Он говорит. Идите по всему миру. И проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься. Спасен будет. Кто не будет веровать. Осужден будет. Евангелие от Марка. 16 глава. 15 стих. Это вы могли людям говорить. Мы бы дали вам Евангелие бесплатно. Нагрузили бы вас. И выходили бы. Евангелие раздавали. Сказали. Тут жизнь. Мировая история заканчивается. Вот что вам нужно. А не то что. У нас думали. Престольный праздник. И только сегодня позвонили. Архиерея не будет. Обыкновенный день. Его срочно потребовали в Казахстан. Метрополита. Нету. Оказалось, что и не посоветовались. Ни в скайпе не пришли. Ни звонка нет. Ничего нет. Это легкомысленное такое ветреное состояние. Мне больше хотелось познакомиться с вами. Кому-то приду сейчас постучусь. Да как я подойду, у меня рука не поднимется. Вот у нас отец был без руки, с фронта пришел. Вот так руки нету. И нас у матери с отцом было 10 ребятишек. 10. 5 парнишек, 5 девчонок. И мы минуты не было, чтобы мы где-то без дела были. Каждый день занятия, работаете. Над нами никто не трудился. Мы смотрели на родителей, поступали так. Ни одного больного нету. Все открыты, все работают. Десятеро. Ни одна дочь. 5. Да 5 сыновей. И нам есть что вспомнить. Как мама работала на ферме. Вручную доили. 12 корок и 3 раза в день. Каждый день. А вечер темняется, идти на то, где пшеница. И там клеветон такая вот, как изба стоит. И там крутят, решета крутятся, от себя пшеницу. На пшеницу упадут. Мама встала, орион. Они созвездие орион назвали кищиги. Бабоньки уже кищиги-то. Прям над березами. Надо идти доедать. 4 часа ночи. Идут коровы уже доят, чтобы утро можно выгнать. Мы ни разу не видели маму свою, чтобы она болела хоть день. Или без дела куда-то пошла. И у нас все было. И мед. Мама работала на пасеке. Своих было 25-30 колодок ульев. И сколько людей. Тяпает в огород. Вот мы жили рядом, соседи здесь. Бабы идут с работы. Бабоньки, вы по одному рядку захватите. Я мед качаю-то. Всех нагрузят медом, накормят. Они пока идут по одному ряду. Протяпали. А идут человек 10. У нас как... Вот так буквально кипело все. Поэтому принять, где мы одни мужики, мы никак не можем. Куда мы приняемся? У меня, видите, сколько людей выходит, заходит и подъезжает с другого сейчас региона. Вот только сколько у нас было. 14 человек мужиков. И что бы мы делали? И вот представьте, вы посмотрели, в скайпе увидели, ни слова не сказали. Я верить вам никак не могу. Как это так? Вас не заинтересовало, тем более наши ресурсы, известные всему миру. Почему я там смотрю? В одном тайку у меня три канала. На одном 23 тысячи. Три тысячи роликов. Это даже выразить нельзя. 71, кажется, миллион просмотров. Полстраны. Я могу вам показать, я только вас и смотрю в последнее время. Ну, смотрите вы. Вы смотрите ни разу на молитву. У нас через каждые два часа идет молитва. А я, кстати, знаете, как на вас вышла? Вы на молитве у нас хоть раз были с нами? А, я посмотрела один раз, как у вас молитва. Не смотреть. Каждые два часа, в 10, в 12, в 2, в 4, в 6, в 8, в 10, через два часа звонок раздается по всему миру. И все остановимся на молитву. 100 поклонов. Вы сколько пропустили? У вас родные, близкие, знакомые. Вы за всех бы молились. А вы как шатались, так где-то, говорится, помрешь или сдохнешь в дороге. И никому-то не нужна лишняя растрата государству. Я на вас вышла только на седьмирицию, когда вы там написали, что семь раз молитесь. А я как раз искала, какое правило взять на седьмирицию. Псалом 118, стих 164. Давид говорит, семикратно в день прославляю тебя, засуды правды твоей, засуды, когда судят нас. Ну так с детьми и семь раз сейчас так и может. Вы это можете сказать. Столько у нас людей, и вы ни разу нигде. Занятия идут не менее пяти раз в неделю. Занятия, по слову Божию, по верховному Новому Завету. Вы слушайте, не перебивайте. Я вам говорю, сколько вы уже пропустили. Это не всегда будет. Приближается закат мировой истории, когда все щасы остановятся. И явится Господь. И раздадутся архангельские трубы. И все воскреснут. Праведник воссияет, как золото. И надо проходить перед престолом Божьему огненную реку. Никто не скажет, я боюсь. Должен зайти в реку и выйти с той стороны. Праведник воссияет. А грешники болтаются, которые как угли. Бесплодная смоковница. Это прямо Даниил об этом говорит. Огненная река протекает. А Ефрем Сирина-то подробно толкует. Мы православные. Вы с кем-то еще встречались? С католиками, с баптистами? Кому-то говорили о Боге? Да. А где? Ну, я жила раньше в военном гарнизоне. И когда уверовала, то как бы и началось проповедование всем подряд. Так, а как вы уверовали? Расскажите, что побудило вас? И в чем выражалось уверование? Уверование сначала крестилось, потом покаялось. Пока наоборот. Сначала крестилось, потом покаяло. А как можно креститься, когда ты не знаешь, во что крестишься? Ну, у меня уже внутри было. Господь говорит, покайтесь. 2.38 Деяния апостолов. Покайтесь. И докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов. Нет. Было у вас полное погружение? Нет. Такое не было. За деньги или даром? Вот это я не помню. Не помню. Так было на преподобного Серафима Саровского. Я вам говорю, и получите дар Святого Духа. У вас ничего этого нет. Все так перевернуто. Чтобы крещение, раньше покаяния, такого нигде нет. Нет, было покаяние. Я не досказал первое. Было так, что я падала. Ну, как можете креститься? И в один момент я закричала, Господи. Хотя я была совершенно еще верующая. Я вам говорю, вы не можете показать ни одно место Писания, чтобы крестились. Кто будет веровать и креститься. Я говорю, где написано. 16 глав, 15-й Евангелие от Марка. Веровать сначала надо, потом креститься. А я крестилась, потом поверила. Нет. Ну, какая вера? Духа Святаго, когда приняла? Когда Духа Святаго приняла. Для вас кто Христос? Кем он является? Спаситель. А? Спаситель. Мой личный спаситель. Как он спаситель? Ну, если бы даже он весь мир лежал и больше никого бы не было, то я понимаю, что он ради меня одной бы пришел и пострадал. Ради меня одной пролил бы кровь свою на кресте. Когда у вас это было, чтобы вы приняли его как спасителя? Какое число? Ну, вот число я не помню. Число не помню, а год помню. Ну, знаете, вот у меня будет нынешний 27 сентября в 17.00, 60 лет назад, когда я впервые увидел Библию, где я склонил колени, получил рождение свыше и крещение Духом Святым. А работал на корабле. На утро весь карван кораблей сразу узнали, что Лапкин сошел с ума. У меня был такой же. А? 95-й. Я не могу число сказать, но это был 90-й. Сказать. Я могу сказать. Деяние. Вторая глава для меня был главный стих, потому что я занимался на разных языках. Немецкий знал, английский. Люди не знают, а я все время учился и учился. Стремительно шел вперед, как говорят пишут, с семимильными шагами. А в душе пустота. Я умру, и кому это нужно? Хожу в церковь, молюсь, не курю, не пью. Женщин не знают. У меня все нормально по-человечески. А я понимаю, я грешник и буду в аду. Меня никто не мог обмануть. Что я хожу, пойду где-то болтаться, и Бог меня услышит? Нет. Когда Евангелие открыл, началось считать Нагорную проповедь. Первый раз. 27 сентября 1962 года. Город Венск, Латвия. Улица Карла Розенберга, 18-4. У меня огненное было обращение к Богу. Передо мной просто огромное-огромное пространство было открыто. Я бы работал за границей. Денег много, здоровье стопроцентное. В душе пустота. Я погибший грешник. Да, я бедный грешник. Вот это можно спеть. На Голгофу на распятие Иисус идет. Струи крови по дороге из раны льет. Это мой пришел Спаситель Божий Сын. Я к ногам Его пронзенным с раскаянием иду. Грех мой крови причистой смыть молю. Да, смыть молю. Вот как. Поэтому сами подумайте, как. Я здесь не живу. Только 4 месяца в году приезжаю. Я городской житель. И поэтому даже на ночь вас принять, я этого не знаю. Что вам сказать на это, посоветовать. Есть люди, которые враждебные к нам. Они вам ядом отравят голову. Остатки вышибут. В тот край не ходить. По этому краю можете пройти. Здесь вот за этим одна женщина живет. Видите, дом пустой. Два дома тут пустых. А третий, даже третий пустой. А там четвертый и пятый. По одной женщине живут. Там могут принять верующие. Одна из старообрядцев, а другая православная. Православные новообрядцы. Так. Когда обедали? Я по дороге перекусила. Покормить вас? Нет, нет. Не надо? Что у вас с собой есть? Чего? Ну, так я скажу, ничего. Не надо ничего. А? Это я вот хочу вам передать от отца Кирилла. Не надо ничего. Нет, от отца Кирилла. Подожди, кто это пишет? Отец Кирилл Сахаров с Берсеневки. Ну, это я знаю. Он приезжал сюда. Он передал вам. Вот он передал, да? Да, это он вам передал. Ну, положите сюда. Он у нас был. Я у него там, когда бываю, проповеди говорю. Это новая книжка. Проповеди на Берсеневке говорю. Там сохранились. Вот так. Воспоминания. Книга девятая. Ну, он молодец. Он член Союза писателей Российской Федерации. Умница. У него служба, все идет по-старообрядчески. Но он к Московской Патриархии. Не единоверческая церковь. Нет. Он игумен. У него несколько высших образований. И мирские, и... Историк. Религиозная. Интересная. Так. Вы рыбу-то едите? Рыбу ем. А? Рыбу ем. Я не голодная совершенно. Ну ладно, а то мы рыбачим иногда. У нас рыба есть. Я бы мог вам дать. И вы бы там, где сейчас будете, сварили. Дать вам рыбы? А? Не волнуйтесь. Я вот, честно говоря, не голодная. У меня было там по дороге. Я скручила. Принять мы не можем. По той причине, что мы одни мужчины. И тут никак нельзя. Я должен их выгонять. Или что делать? Никак. Эти люди приехали в гости. Приехали потрудиться. И работают. Так. Сколько время? Сейчас мы идем в богослужение. С пяти службой идет. Так, минутку. 3.54 еще больше часа. Я вот с утра еще, говорится, домой не заглянул. Я напротив тут. Так, как вас звать-то? Меня Фатиня. А? Фатиня. Фатиня. По паспорту как? Светлана. А? Светлана. Ну я знаю. У вас с собой какой-то документ есть? Ну, как же. Ну-ка, дайте сюда. Сейчас мы посмотрим. А Фатина и Фатиня это разные? Фатина и Фатиня разные? Нет, это одно и то же. Раньше крестили одним... Время уже 4 часа. Да, знаю. 4 часа время уже. Все, я сейчас ухожу. Володя, возьми ручку и паспорт все запиши здесь. Кто был? Так, Людмила Степова, иди сюда. Да, да, слушаю. Ты не можешь ее пристроить где-то, ночевать. Почему? На службу, все, с ней. Это матушка. Так, сейчас запиши, дай документ, дай паспорт. Володя, подойди сюда. Возьми бумагу, запиши. Так, я пошел. До свидания. Так, барабаш-то не надо разве? Елене-то? Барабаш-то не надо, Елене? Матушка, это все. В конце деревни, на правой стороне, обязательно зайти с паспортом, чтобы там пометили. Такой порядок. Матушка проводит все. Только не в паспорте, а ваше. Закрывайте. Что это за? Субтитры сделал DimaTorzok